Всем доброе утро. Мы хотим вам представить наш проект ЭКОМАЙ. И сегодняшняя лекция называется ЭКОАПОКАЛИЧЕС. Предотвратить и обезвредить. И я хотела бы вас спросить в первую очередь, как вы считаете, ну, в принципе, из названия может логически выстроиться вывод, но все-таки, может, у вас есть мнение на тот счет, как вы думаете, кто виновник каких-то изменений в планете, которые сейчас у нас происходят, если вы думаете, что это мнение есть? Что это? Чего-то не было. Кто-то считает, что все-таки голуби. Что все-таки, если голубей не кормить, то все будет хорошо у нас. Но на самом деле нет. Да, вы правы. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же человек влияет на изменения в окружающей среде. И для начала я хотела бы вам показать... Смотрите, это... Ну, вы иностранцы, может, понимаете. Написано про то, как изменялась площадь людников с 1980 года до 2015 года. до 2018 года. И если вы посмотрите, посмотрите, площадь была... Площадь была 7,7 миллионов километров. И за небольшое количество времени, то есть буквально около 20 лет прошло, она сократилась почти в два раза. И как вы думаете, ну, про тайны людников уже очень давно разговаривают, что вот они знают, что это на что-то влияет. Как вы думаете, на что это в первую очередь влияет или на кого? Какие животные живут у нас в этой территории? Территория. Каких животных вы знаете? Белые медведи. Белые медведи. Хорошо. Ну и рыба, естественно, тоже. Вы же знаете, что белые медведи хищники, что они питаются рыбой? Да. Так как это все влияет на дом и медведя, на рыбу, соответственно, дом и медведям в какой-то момент просто становится нечего кушать. И вот так будет. Это было дальше мелко петь, полнотерно. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот это про китов, про акул, которые тоже на грани исчезновения. Это я нашла самую красивую картинку, потому что если вам интересно, можете посмотреть в интернете про то, что в Тихом океане булавливают рыб, скатов, других морских животных, у которых просто их препарируют и их многие уже власти, они еще не умеют перерабатывать, по ошибке и поедят, и другим образом погибают. Да, все хорошо, можно, а с нами-то все в порядке будет? Нет. Ну да, очевидный ответ опрашивается. И немного про то, что естественно скорость набивания планеты это 0,01 градуса в 100 лет. Сейчас эта скорость по разным данным, ну если посчитать 170 раз больше, это еще очень оптимистичный прогноз, потому что в таком случае это всего лишь 1,7 градусов, это почти то количество градусов, которого пытаются добиться сейчас все страны. Но по некоторым посимистичным прогнозам эта скорость около 7 градусов сейчас, и она варьируется от разных стран. И главной причиной изменения климата и повышения температуры это броняковые газы, к которым относятся углекислый газ, метан, озон, грудной пар. И здесь выглядит график о том, что, ну, люди некоторые спектрически относятся к изменению климата, к парниковым газам, и к тому, что это никак не связано с деятельностью человека, что это естественный процесс, который всегда происходил в природе. Но здесь находиться, вы можете видеть, что это все изменилось, начиная с 20 века, немного даже раньше, когда стали активно использовать уголь, нефть. Это влияние уголя нефти на изменение содержания углекислого газа в воздухе. Здесь вы видите заряжание углекислого газа, здесь вы видите, какие материалы. Это уголь, это нефть, это газ, и это цемент. Вот. И как вообще на это можно повлиять, и к чему вообще это приводит? Это длица. Про Россию такого почему-то нет, видимо наши ученые заняты какими-то другими исследованиями, более важными. Но это изменение температуры за последнее время в Европе. И здесь не очень видны изменения, но в общем, самые крайние зоны, это вот юг Испании, Франции, немного даже северную часть задела. И в этом году во Фрации наблюдалась самая высокая температура за ближайшие 140 лет. И эта температура составляла 45 градусов по Тельсию. И, соответственно, наблюдается еще большая тенденция к повышению. И таким образом задается вопрос, что такое углеродный свет планеты, и как мы можем на это повлиять? Лично мы, и как на это могут повлиять какие-то страны? И почему какие-то страны больше, больше экологический вред наносит, какие-то меньше? Соответственно, здесь, из чего вообще это строится? Транспорт, промышленное сельское хозяйство и производство и употребление энергии. Вообще, углеродный свет — это совокупность всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельно человеком, организацией, мероприятием и продуктом. По данным Минприрода в России в среднем в год более 20% парникового газа приходится на электростанции, 16 и 14 — на производственные процессы и транспортное топливо, 12% — на сельское хозяйство, чуть больше 11% — на поиск искупаемого топлива, по обработке и распространению. 10% выбросов, ну, здесь мировая тенденция замечена, а я рассказываю про Россию. 10% выбросов приходится на долю жилых коммерческих и других источников, 10% — на землепользование и сжигание биомассии, чуть больше 3% — на выбросы входов. Парниковые газы, которые попадают в атмосферу, влияют на изменения климана, что является основной причиной роста числа опасных гидрометеорологических или стихийных въезд из засов, нападений и так далее. Ну и, соответственно, если у нас происходит такая ситуация, что в каких-то районах, это еще Европа, в Африке там еще жарше получается, как вы думаете, к чему это вообще может все привести? Если какие-то регионы, планеты будут просто непригодны для жизни? Что люди оттуда будут просто бежать? Что прийдет? Да. Прийдет потому, что не будет пить его воды, как минимум, да? Да, потому что она испаряется. Достаточно и люди обжимают. Никто не смотрел фильм «Долг». Я спрошу в группу, обязательно поспите, там хоть где-то 2008 год был узел снят, но там уже вот эта глобальная проблема, это документальный фильм. И, да, я снимала все, что происходит в африканских странах особенно. Он очень красивый и вы можете видеть все более полное представление, да, о том, как происходят все эти процессы. Я думаю, мы в группе составим сразу фильмы вообще. Да не было, чем прямо тематику. Да, и если кто интересовался, вот в Европе происходил миграционный кризис, но там было из-за войны. И представляете, уже миллионами люди мигрируют в Европу, и в каком поштабе это будет, если полностью какие-то континенты будут приходить для жизни. Ну и хотелось бы девизом нашего сегодняшнего мероприятия сделать, что природный след можно снижать до неизбежного минимума. И сейчас происходит такая тенденция, ну только в развитых неодневающихся странах, что этот вывод уже неизбежен. Назадил компенсирует. Может кто-то, кто летал самолетами, видели, что сейчас можно пожертвовать какое-то небольшое количество денег на восполнение своего природного следа от полета. Потому что самолет, как известно, не самый логичный для транспорта. Вот, и хотелось бы вам рассказать, еще немного побудить про Парижское соглашение. Это соглашение между странами, которое начнет действовать в 2020 году. И в котором страны, грубо говоря, договорились снижать природный след. И каким образом это все будет происходить. Они собираются принять национальные планы по снижению выбросов, по технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям. И обязаны их присматривать в сторону усиления каждые 5 лет. Потому что, как известно, тенденция изменения кинута меняется. Когда это больше температура, когда это меньше, в основном больше. Планомерно снижать выбросы СО2 в атмосферу. И для этого к 2020 году они сейчас разрабатывают национальные стратегии для перехода на безопасную экономику. Может, ветер у нас по Ростову уже катаются автобусы. Если нужно нечто неэкологичное. Да. И животных отделяется зеленый климатический фонд в 100 миллиарх для помощи с колаборацией к его наиболее изъемым странам. Потому что страны, в которых только сейчас происходит инстриализация, которые только сейчас переходят на очень неэкологичное топливо, это нужно для развития. И если никто не поможет извне, то они так и будут продолжать выбрасывать. Создавать природный след. И наладить международный обмен зелеными технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства и сельского хозяйства. Ну и хотелось бы у вас спросить, знаете ли у нас какие-то зеленые технологии, которые в мире вообще сейчас применяются? Или хотя бы в Ростовской области? У нас недалеко от Былоколевых поставили ветерги. У нас стель. И соответственно у нас много веток. Это значит, что ветвяная энергия будет достаточно полезна нашему региону. И мы сможем развиваться по другому. И уже приняли первые попытки. И на выезде из Ростова, получается там, в Заканинском, то есть не сильно далеко, поставили значное количество ветвяков. Но это только начало. Также есть еще солнечные батареи, которые дают энергию странам, у которых больше солнца, чем в России. А солнца мало. Как раз потому, что большие производства, если кто был в Москве или Петербурге, даже когда там солнечное, там солнца нет, смог. Конечно, не такой сильный, как в Китае, но все равно уже последствия достаточно большие. Но здесь вы можете видеть, что мы стремимся к тому, чтобы сократить хотя бы до полутора градусов. Потому что для многих видов животных, которые сейчас находятся в разных книгах на грани на грани, два градуса, извините, на два градуса это уже будет считаться убителенным. Если вам интересны пруфы, откуда взяли все исследования и так далее, это все будет у нас круто. Я скину туда все ссылки, все исследования на русском и английском. Вот так что... Вы можете не слышать о русском? А родина? Ну, потому что на русский язык не сильно плохо переводит. Ну и теперь я хотела вам показать временное-прямое изменение климата и спросить, на какой стадии вы сейчас находитесь. Первая стадия. Изменение климата нереально. Это миг. Вторая стадия. Ну ладно, изменение климата существует, но не подтверждено, что это к этому привел человек. Следующая стадия. Волнение. Упс. Ну и последняя стадия, когда ты уже понимаешь, что нужно что-то делать прямо сейчас, иначе... Иначе вот. Не буду переводить. Давайте поднимем. Ты считаешь, что на первой стадии? Окей, вторая. Третья. 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 Да. Теперь я даю пульт управления. Она расскажет вам про то, что лично мы можем сделать для того, чтобы последнюю стадию нас комбировать. Собственно, у меня, как вы говорили, более практическая часть. Да? И, собственно, попытаемся ответить для себя. Может быть, в чем-то есть ли шанс у человечества и есть ли шанс лично у вас изменить сегодня для завтра. Есть отличные виды экоактивизма. Но я привела те, которые я смогла найти. В принципе, мне кажется, их очень много. Их можно делить, делить и тропить на разные части. Есть и городской экоактивизм. Очень распространен в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург. Но и другие города тоже включаются во все это. Основной способ городского экоактивизма – это создание благоприятной экологической среды. Кстати, вы знаете, что город Ростов-на-Дону занимает одно из самых последних мест по дерево насаждения. То есть это тоже проблема, которая существует. То есть рощи вырубаются, строятся новые дома, высотки, жилые комплексы, но при этом восполнения не происходит. То есть новые деревья, они наслаждаются, и их тоже большая проблема для Ростовов. Куда активизм? Тоже интересное направление, слышали вы такое? Спасение еды. То есть крайняя стадия – это когда люди, простите, едят из мусорных баков. И более нормальная версия, когда спасение еды, то есть стадия, которая возрасталась, люди раздают своим друзьям, знакомым, забирают из кафедериев, кафе, ресторанов эту еду. Даже пытаются ее реализировать. Почему? Потому что 70% всех отходов на свалках – это еда. Это та еда, которая не была продана. Или это та еда, которая у вас пропала в холодильнике, грубо говоря, вы ее не бросили и никаким образом не использовали. В этом смысле сельская местность, вот на Руси, это было традиционно, это еще остается. Там эта проблема очень хорошо решается, потому что делают компостную яму. Компостная яма, что это такое? То есть сюда сбрасываются отходы, потом это используют для удобрений. Может, у кого-то есть компостная яма? Мне не нравится. Те же свиньи. Да, ее можно собачку ровить. Еще интересно, что придут мнения, что такие отходы, которые, казалось бы, быстро перерабатываются, все-таки, да, ничего химического не намешано, и думают, что если мы сбросим это все на свалку, то это все переработается, и все будет классно и прекрасно. Но проблема в том, что так как мы не сортируем отдельно пластик, стекло по разным рамциям, и все скидываем это вместе и завязываем это все в пакет, то это многоприятная следа для развития бактерий, которые могут жить без кислорода, потому что доступа кислорода нет. И они, эти бактерии гения, они издают неприятный запах и опять производят продуктовый газ. И так как все на свалку происходит в очень большом масштабе, это достаточно сильно влияет, в общем, сложности на... То есть идея, да, разумная идея, экологичная идея, даже разумная просто идея. То, что из земли вышло, должно в землю вернуться, да? То есть это органика, которая должна уйти в землю и должна принести пользу человечеству, да? А получается, она просто гневная свалка, да, не приносит пользу, приносит только вред, да? Причем огромный вред для всей планеты. Экологический онлайн-активизм, да, но это различные... Мы частично занимаемся онлайн-активизмом, да, потому что пока мы там разрабатывали, да, нашу руку, да? Удаемся как-то включать людей в наши эти процессы. Политический активизм, ну, мне кажется, здесь... Это тот вред активизм, который, в принципе, позволяет какое-то воздействие оказывать на те законы, которые принимаются, да? На то количество, там, незаконных свалок, которые принимаются и так далее. Кто-нибудь слышал про ШИЕС? ШИЕС, вообще вопрос, значит, да, да? Это тоже вот очень новое видео, если вы просто бьете в YouTube, там очень много у вас видит, да? Это незаконные свалки, которые решили организовать масонусские власти, да? То есть юристы от Ассоуруса, да, они нашли место, где нет людей, где как бы никто не будет против, да? Хотя любое место на свалке, конечно, является вопросом, да? Если особенно там есть грунтовые воды, да, или что-то, что... То есть это в любом случае опасно, вот. Но нашлись активисты, которые построили уже там лагерь и защищали это место для того, что там этой свалки все-таки не было, да? Еще, кстати, очень лицемерно там укладывают посты на тему того, что Москва вошла в топ самых экологичных и чистых городов России, а Московская область у нас их самым рядом. То есть они просто берут и вывозят весь мусор из Москвы в Московскую область и радуются жизни. Да, и вот в чем еще отличие европейского активизма, да? Ну, если мы понимаем страны в Германии, Франции, да, в Реки, да, все эти страны, да, в Свеции, да. Закупают мусор в других странах, чтобы перерабатывать. Да, высокоразвитых, да? То есть там деньги уходят на строительство мусороперерабатывающихся водок, да? Не в свалки, да? Не в то, чтобы построить полигон для этого мусора, а то, чтобы переработать, да, получить еще какой-то ресурс, заработать на этом даже. А в нашем случае, да, нам легче, ну, как бы, к сожалению, да, в большей степени, пока, в насущая будущая политика, она пора не на то, чтобы построить мусорный полигон, ну, у нас блага Россия большая, да, можно найти какое-то безумное место, да? Вот недавно читала, я знаю, правда, нет, что рядом в Ростовской области тоже устроится свалка незаконная, ну, как бы, сейчас уже пока там не было. Вот. И в чем еще отличие активизма российского от зарубежного? В том, что там люди, когда выходят в улицу, они знают, что это их долг, это их отдастность, и они получат результат, да? В случае российского активизма, пока, к сожалению, это единичные случаи, это держится все буквально на единичных случаях личности, да, в каких-то объединениях, да, он стихийный, да, занимает техническими всеми процессами, да, которые могут быть, да, и не совсем организован, не поддерживает властями, потому что с обоей стороны вроде и власть хочет сотрудничать, да, с этими людьми, но не знает как, потому что нет людей еще соприкосновения общества и государства, ну, это такая глобальная проблема, в общем, нашей страны. Сортировка, например, 0B, 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 это то, к чему, в принципе, можно приходить, да, сейчас уже, и то, что многие люди делают. Скажите, кто их сортирует плюсы? Да. Вообще, когда они сортировали плюсы? Если вы просто батарейки откладываете, это тоже считается. Да, да. Хорошо. В общем, сортировка у нас будет, сортировке посвящена диле лекции, мы хотим пригласить человека, который у нас в Ростове вообще, в принципе, одним из единственных, наверное, занимается этим, да, у него есть, у этой 0B в организации есть пункты приема, да, где, ну, больше 100% вероятность, что ваш мусор пойдет на мусороперерабатывающие заводы, да, потому что даже иногда те контейнеры, которые сидят, не дают 100% гарантии, что этот мусор пойдет в кодозначение, к сожалению. Вот. А что нужно сказать? Во-первых, что нельзя переработать пластику, а может быть переработать. Как вы понимаете, что нельзя переработать с подсказкой? Ну, это непонятно, что я думаю, это не могу. Ну, во-первых, есть, естественно сказать о том, что есть некоторые виды пластиковые, которые невозможно разделить от бумаги, например, переработать, да, невозможно переработать одноразовую посуду, да, и некоторые от поля требуют особой утилизации, да, это батарейки, что еще? Тюкли, градусники, да, лампы, которые, вот, да, даже даже лампы, да, потому что они глядны светодиодные, скорее всего, они рутные, да, которые идут, естественно, в почве, да, Ну, и, ну, пять это заблуждение. Как думаете, перерабатывать следует стаканчик? Нет. Я видела, человека ты точно зашли стаканчиками. Да, потому что, казалось, вроде он бумажный, да, ножом, там находится пленка. Во-первых, этот стаканчик нельзя переработать, потому что нельзя измельчить пленку от бумаги, да, и он попадает на полигоны, соответственно, бумажная часть она исчезает, а пленка остается и продолжает столетиями, тысячелетиями возлагаться. Как выход из этой ситуации, если кто хочет там во всякие Starbucks или Surfer, если вы приходите туда со своей игрушкой, вы получаете, если я правильно понимаю, там 10, 20, 300 рублей, может, в процентном каком-нибудь соотношении скидку. Вот, есть вот такие стаканчики, которые, ну, возможно, может, не очень удобно кому-то наносить. Есть такие, вы можете потом спросить, он и владеет, но у него стаканчики перераскладываются. Да, если он складывается, его можно, я его часто употребляю, да, если заказала в Алиэкспресс, ну, что около 200 до 400 рублей он стоит, ну, да, в зависимости от сильного вы хотите и какой объем. Напомним, да, если вы выбегаете, да, я вам покажу, здесь не взяла впечатление, вот. Пожалуйста, его взяли, вы можете попросить, налить формицу, стаканчик, вот, сполоснуть его, да, Следующее заблуждение, бумажный пакет. Вот, казалось бы, да, мы покупаем бумажный пакет вместо полиэтиленового магазина и нам кажется, что мы спросаем в колодию. На самом деле нет, как вы думаете, почему? Потому что это бумага, потому что на производство бумаги уходит больше присутствов, чем на производство пластика, да, Ну, или саблевая. Да, полиэтиленовый пакет. То есть это не экологичный, да? Лучше использовать специальные мешочки, эко-сумки. Кстати, насчет эко-сумок тоже сразу хотела сказать. Если вы хотите быть эко-брендли, то необязательно сразу идти в магазин и покупать себе красивый шоппер, чтобы всем показать, что вы эко-брендли. У вас же есть рюкзак или какая-нибудь сумка, в которой вы тоже можете сложить вещи. Если у вас есть емкость, в которой вы можете сложить вещи, не обязательно покупать какую-нибудь красивую и модную, которую выполняет ваш самый коммуникатор. Ну, у меня, допустим, я постоянно езжу на какие-то форумы и какие-то конференции, и постоянно, кстати, очень часто даю за собой какую-то тряпочную сумку, в которой, мне кажется, я не подхватываю этот тренд, но у меня, в общем, накопилось очень много таких шопперов. Ну, как, шопперов? Ваш тенок, давай. Да, да. То есть я, ну, как бы, использую, кому-то отдаю, даю. Вот, пожалуйста, замена всегда есть. Следующее, так сказать, заблуждение, это то, что натуральная косметика из натуральных ингредиентов. Да? Всегда считайте составом. Да. Тот же самый органик шоп, да, и натуральность ингредиентов, по-моему, там тоже растут влазь. То есть это тоже не экологичная косметика, да. Не знаю, какое резистентование какое на вред может принести вашей коже, да, но, тем не менее, вред окружающей среде она, как или иначе, будет все равно переносить. Есть пиво с экологичной косметикой, да, можно использовать... В основном какие-то частые шампуни. Домашнее мыло, да, шампуни, которые домашние, ну, что производится, да, твердые шампуни. Кстати, извините, перебиваю. Может, видели, в Ростове открылся лаж, но это тоже опять нацеленность на таких супер-эко-френды людей, которые считают, что если они в какой-то плаше купят шампунь в твердой упаковке, то не будут при этом наносить вред окружающей среде. Это тоже уже заходя далеко. Если расследовать, в каким условиях они производят эти продукты, и какие ингредиенты для этого используют, можно сделать вывод, что они у них как правды. Так что, опять, мода можно. Да, то есть, ну, конечно, если вы ходите в красность, то очень тяжелый стиль. Супер 100% экологичный. Ну, это только жирный суп, купаться в речке, вот, стирать мне даже в одну свою одежду. А в этом где? Да, без любого полезного, да. Но все-таки, да, есть магазин Zero Waste. Вот, циферблатин, может быть, там бывает циферблатин. Да, тоже первый раз только отвертся. А там, по крайней мере, что интересно, там вы можете в лесу похоже купиться, там продувствую мешочки, можно съесть мешочки. И там, что касается кури, там есть возможность в свою кауру, да, найти в себе гель на тушу, шаргунь, мыло, ну, как бы не используя, по крайней мере, так, да. Следующее, это задумывание о том, что пластик разлагается. Пластик не разлагается. Даже через сто и тысячи лет он не разложится. Ну, если мы говорим о пластике, то сейчас он превратится в микропластик. И нас уже нашли микропластик. Да, микропластик уже нашли, просто в молоке, да. Это та рыба, которую мы употребляем, да. Это та вода, которую... То есть микропластик содержится уже вокруг нас, да. Да, мне кажется, уже очень тяжело будет найти те места, не знаю, ну, может быть, где-нибудь в далекой, глухой стиле российской, да, где вот еще сохранились, да, те места, где все. Еще никто, что не нашел, наверное, возможно, да, в другом времени. Это, наверное, проблема. Ну, и пятое, да. И пятое, когда это заблуждение, есть различные маркировки, то есть мусорные пакеты биоразлагаемые мусорные пакеты. Может быть, где-то скричали биоразлагаемая посуда одноразовая, да, какие-то маркировки. В России нет биоразлагаемого пластика. Разработки есть, на рынке их нет. Есть условно разлагаемый пластик, который быстро разлагается, но он быстро превращается в микропластик. То есть полностью нет. Да. То есть, чтобы вы понимали, это все маркетинговый пакет. Это нет. Это вы сейчас. Пока, к сожалению. Да? Но разработки уже есть. Уже выводы, да, различные из органических веществ, да, кир, грудь и так далее. Ну, пока почему-то на мир, а там и так далее. Ну, понятно почему. Следующее видео, да, я, в общем, хотела, чтобы вы посмотрели. Там как разносятся. Может, подальше это какое-то объявление. Да. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 уже не хватает в том числях нашей планеты. У меня эти исследования в разные цифры приводят, и, как вы считаете, что... В принципе, не считать, но так и есть, что если около 150 миллионов людей проживали в первом веке нашей эры, в начале 12-го столетия, их уже было 378 миллионов, а в 20-м веке численное заселение у нас было 27 миллиардов. Согласитесь, не смотря на то, что были воины, были сочинены как кризис, но что это огромный скачок для человечества. И по данным годом в 2050-м году на планете будет проживать уже 10 миллиардов людей. Соответственно, им нужно будет на 30% больше еды. Сейчас уже невозможно представить в потребительских рынках, да, без производства еды, без использования различных удобрений, химических, пестицидов, ГМО и так далее. Но в ближайшие 40 лет можно будет произвести больше еды, чем в последние 8000 лет. Соответственно, появятся коррективные источники. Уже появятся различные бактерии. Вот когда я была в музее современного искусства, и там приводили стены, на котором были показаны, да, уже разработка бактерий, которая позволила нам перерабатывать сериозу, да, получать из них питательные вещества и так далее. Но, тем не менее, это все равно такая достаточно глобальная проблема. Помимо того, что понадобится больше еды, это больше ресурсов планеты, да, и 10 миллиардов это еще больше мусора, это еще больше отходов, это еще больше выбросов в атмосферу, да, это еще больше экологических сфер. А в этом не стоит забывать. И, собственно, нам нужно приходить. Если вы хотите сказать, как вам приходить подвигления, да, это философия, это заработать, это жизнь без отходов, да, хотя бы сократить. Да, хотя бы сократить, да. Осознанность, минимализм, да, изменение на Земле, изменение восприятия Земли, как нашего общего дома, да, задача вас, как педагогов, чеховать это детям, да, чтобы они любили свою Землю, да, чтобы они любили природу, они любили тут мир, такой романишок. И, собственно, наш проект, да, мы завершаем наш проект, это экологический проект, который был создан, по сути, группой инициативных студентов, да, иной, с целью развития этой идеи, да, создания какого-то общения, да, может быть, отмена какими-то новыми идеями, да. Основная наша цель, в том, чтобы... Людей, которые занимаются экологией, не считали большим криками, чтобы это стало влагой. Вот, кстати, да, это тоже очень миф такой раскрытый, но на самом деле, почему-то, да, считается, что, да, те люди, которые тупят за экологией, они какие-то ненормальные, но это, я считаю, ненормальные тех людей, которые не задумываются о завтрашнем дне, потому что это неразумно. Как раз таки, те люди, которые занимаются премии, которые задумываются о том, что они оставят после себя, в своем потоке, они ненормальные, да? Да. Ну, может, даже не о потоке удумать, а хотя бы о тех регионах, которые при любом возможном утеплении еще задотят, и их больше не будет на земле, и это может произойти уже сейчас. Да. И, собственно, чтобы предлагать, ну, как я просто накидала, какие-то варианты реализации проекта, да, может быть, что-то будет вам более интересно, что-то менее интересно, да, это теоретический активизм, это вот. Кстати, у нас уже в группе, запускается сейчас в наш мод по эколайфакам. Там про первый пост, можете посмотреть. То есть вы можете вкладывать в инстаграм, с хэштегом, на команде цвету, свои какие-то эколайфаки. Как вы сортируете мусор, с чем вы ходите, как вы отказались, в каком случае, от пластика, да, какая-то альтернатива тем вещам, которые вы использовали раньше, которые были неэкологичны, как вы экономите воду, свет, энергию, все что угодно, вы выкладываете из-под этим хэштегом, ну, самое эффективное, какими-то, как вязаниями, да, наградим. В общем, мы запускаем наш мод среди студентов, среди школьников. Да, Яна? Следующая научная деятельность, потому что, когда мы об этом думали, мы когда это и продвигали, и приходили к нашему уважаемому директору академии, он сказал, что, в принципе, все это также может проходить в научные исследования, да. На тему педагогики, на тему того, как вам это должно рассказывать детям и начальникам. Это может быть темой ваших курсовых, даже дипломных работ, да. Это может быть темой ваших статей, научных, да. Может быть, какие-то исследования, может быть, интернации это проводить, да. Мы можем, если у вас появится это желание, да, может прям поэтому. Потому что, на самом деле, это тоже та часть, которая западает, да. Научно. 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 Участие в рамках, в отпусках, может быть даже реализация каких-то бизнес-людей, да, которые могут пристать и принести пользу человечеству, или стать идеей какого-то вашего бизнес-проекта. Да. Получение собственных идей и графических проектов. У меня есть мечта. Каждый год я в этом мечтаю. Она не связана с этологией, но с этологией тоже связана. чтобы ко мне пришли мои студенты и сказали, мы хотим идти заниматься. Не важно, чем. Да, но мы хотим, да. То есть очень важно, очень-очень-очень долгое зависит от вас. Мы постараемся сделать то, что зависит от нас, да, но без вашей какой-то мотивации. Участники проекта – это наш платарь, который мы уже видели. Мы старались в битых местах даже рядом с ветом полететь, чтобы когда поставили очень пластиковые контейнеры. Но, получается, она на чем-то вещках, не слышно. Логично. Здесь вы можете акционировать, разрешить нашу группу пока. Да, пожалуйста. Прямо сейчас. Ну и вот вам сейчас рассказывали про экологию, про то, как сортировать мусор и всякое разное. А теперь давайте честно поднимем руки тот человек, который не бывает не всегда доносит мусор просто на мусорке. Есть такие? Нет? Нет? Это очень хорошо. Уже хорошо. Да, потому что мы тоже общались с активистами, которые организуют эту свидетельность в школах в рамках нашего проекта. И оказалось, что нужно начинать с такого простого – рассказать детям, потому что родителям, не все рассказывают о том, что нужно просто выносить хотя бы на мусорке. Мусорка. Да. Это тоже решение технологического посвящения. У нас… Да. Да. Если кто не смотрел Марвел, там, в общем, вот этот злодей, он щелкнул пальцами и стер половину человечества. Ну, чтобы не было перенаселения. Ну, скорее всего, он последовал другие цели, но, в общем-то, воспринял онкологию слишком серьезно. Не надо так. Во всем нужна мера. Если вы сейчас считаете нас какими-то, опять, фриками, и думаете, что мы в итоге за то, чтобы вы не покупали новые одежды, не знаю, пользовались старыми… Не пользовались косметикой, не мылись… Да, да. Или что-нибудь еще. Или не мылись в мусорных бахах. Да. Это все не должно восприниматься в таком ключе. Если вы можете делать хотя бы что-то, это уже хорошо. Если вы сортируете батарейки и не выбрасываете их в мусор, который потом уходит на свалки и не отравляет вручающую среду, это уже классно. Если вы можете пользоваться такой бутылкой и дать у нас в подборном леонидном водичку, это тоже лучше, чем если вы покупаете каждый раз новую бутылку. Если вы покупаете бутылку и сортируете эту бутылку, потом и относите на сортировку, это тоже классно. Каждый шаг – это классно. И я хотела бы вам… Ну, это тоже, опять же, пожелание, если кому интересно, задать домашнее задание по минимализму. Посмотреть свой шкаф и отобрать вещи, которые, вам кажется, не так часто вы носите, и отложить их просто. И если вы о них не вспомните в течение нескольких месяцев, значит, они вам не нужны. И в таком случае их не нужно выбрасывать, их можно даже продать, если они в хорошем состоянии. Их можно сдать на переработку, их можно сдать в тот же рейтинг. Ну, не обязательно там покупать, можно просто сдать, например, продать купол. В качестве Александровской бутылки. Да, можно сдать в гараж. Кстати, я специально пришла в такую одежду, и вот эта вся одежда – это все контент. Я не знаю, видно по мне или нет, но здесь нет новой одежды. Ну ладно, я потенкинула. Ну и, может, тоже несколько лет. Это немножко про то, что можно выглядеть не таким уж и фриком. Ну, у нас есть вопрос. Про переработку в действии не всегда. Там в действии не всегда хорошо. Кстати, да, я тоже сказала, потом подумала зря, что сказала, потому что есть исследования, с которыми говорится, что они не перерабатывают, что они живые. Да, поэтому плохая идея. Спасибо, что сказала. Поэтому лучше… В Ростове у нас есть очень хорошая организация, на связи с чердак. К ним можно принести мусор. Мусор? Одежду, которая вам нужна. И они дают за это какие-то купончики, в которых можно у них обменять или купончики на одежду, или они просто дают какое-то небольшое вознаграждение денег, что это тоже классно. У нас, кстати, возникала идея, когда мы только начинали, мы думали, что нужно проводить, у нас была идея сделать… Скажи, Василий. А? Леду? С маркетчаном? Нет, как это было? Примаркет. Ну, нет. Другой вопрос был. Да. Да? Граждейн. Граждейн. Да, да. То есть, мы думали, сделаем даже такая идея была, чтобы все студенты, допустим, принесли сюда сведущие вещи и сделали кузей магнитов, потом перед себе то, что ему надо. Может быть, какие-то неужные вещи, одежду. Да. Потому что иногда бывает такое, что одежда в хорошем состоянии, и вы, возможно, даже хотели ее носить. Просто она вам надоела, и вы не хотите ее носить. К примеру, у меня есть там туфли, которые я не разу занимала, они просто не подошли по размеру, и все. Вот, как бы, я показываю, но у тебя уже не было невозможности. И, там, есть одежда, которую вы там накусите, и она вам не нравится уже, что это дело. Да, она хорошего качества. Вы можете, может, взять такое мероприятие, можете сами еще что-то придумывать свои идеи, да, для этого всего. Можно ее дать им вторую нужность, да, и потом остеоклаз в этом плане снимать. У нас все. Если у вас какие-то есть, появились вопросы, желания, утверждения, негодования и так далее, пожалуйста, не можете, не запоминайте.